Всем привет! Сегодня наш разговор пойдет о прогулках с младенцами. На видео вы видите парк, в котором мы чаще всего гуляем с моим сыном. Лучше всего, конечно, гулять в парках, скверах, там, где больше всего свежего воздуха. Но бывает так, что часто в городах негде погулять. Даже во дворе возле дома парковка вместо деревьев. Тогда, конечно, смысла в прогулках на улице нет. Можно гулять на балконе, ну, по крайней мере, месяцев до трех. А если точнее, то смысл все же есть. Но и для малыша, а для мамы. Даже самые заядлые домоседки, я уверена, не могут сидеть месяцами дома. И поэтому выход на улицу, ну, хотя бы до магазина, все же нужен. Итак, где гулять мы разобрались. Теперь возникает другой вопрос. Как одеть? Вы наверняка слышали, что для малыша, который не умеет ходить, действует принцип. Одеваем так, как себя, плюс один слой. А это значит, если у вас шапка, то у младенца шапка и чепчик. Если у вас кофта и куртка, то у младенца распашонка, кофта и куртка. Тут главное не перегреть. Для малышей перегрев хуже, чем для охлаждения. Помните об этом. А вот если ваш ребенок уже ходит и тем более бегает, то тогда принцип такой. На один слой меньше, чем себя. Очень часто я вижу на улице деток, закутанных в одеяло так, что даже глаз не видно. Логику родителей я понять не могу. Ведь если у ребенка закрыт нос и рот, то он дышит влажным воздухом. А это только повышает риск заболеть. Да и смысл прогулки теряется. А еще я не понимаю родителей, которые закрывают коляску наглухо, так, чтобы ни свежий воздух, ни солнечный свет не попадали в ребеночку. А зачем? У них же есть капельки витамина D. Лучше давать искусственные витамины, чем получать лучи ультрафиолета. Ну, видимо, так и не рассуждают. Ну да ладно. Вернемся к самим прогулкам. Прогулки для детей от 3 месяцев – это уже не только свежий воздух и ультрафиолетовые лучи, но еще и познавательный процесс. Поэтому не стоит усердно накачивать младенца, если он не хочет спать. Пусть посмотрят по сторонам. Можете ненадолго взять его на руки. Гуляйте в любую погоду. Сейчас почти у всех колясок есть непромокаемые чехлы. Так почему бы не пойти погулять, даже если на улице дождь? Помните, ребенок будет жить в этом мире, а не в идеальных погодных условиях. И если на него упадет снежинка, ну или капелька, то это вовсе не значит, что он замерзнет и заболеет. Ну вот, в общем-то, и все, что я хотела вам рассказать насчет прогулок. Жду ваших комментариев. Пока-пока!